Добрый день, Юра! Уважаемые господа, о чем мы сегодня будем с вами говорить? Призрак социализма бродит по Америке. Я напомню строки коммунистического манифеста, написанного Карлой Марксой и Фридрихом Энгельсом в 1848 году. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Но с капитализмом не покончено до сих пор, дамы и господа. А страны, в которых правили и правят последователи Маркса, марксисты, в этих странах в жертву социализма, первой фазе коммунизма, были принесены миллионы, миллионы и миллионы жизней. Случившееся в странах марксистского социализма хорошо документировано. Ну и казалось бы, марксизм должен был бы быть отвергнут, ну по крайней мере в Соединенных Штатах Америки, в нашей стране и в других демократических странах. Этого, увы, не случилось. Опрос за опросом в наше время, в начале третьего десятилетия 21 века. Положительный взгляд на социализм – значительная часть американцев. Вот цифры. Результаты опроса, проведенного с 11 по 15 июня, совсем недавно. Опрос проведен социологической службой компании «Экселс». Итак, цифры. На память я не полагаюсь, я цифры читаю. 41% отдает предпочтение социализму над капитализмом. 41%. Среди молодых американцев – 51%. Авторы опроса отмечают, в 2020 году процент был выше – 55%. В августе прошлого года, август прошлого года, социологическая служба компании «Хилл Харрис» выявила, 56% демократов, 56% демократов предпочитают социализм, капитализму. Но и среди республиканцев процент достаточно высок, 26%. И логичен вопрос, дамы и господа. Неужели история ничему американцев не научила? Необходимо, конечно, заметить, задать другой вопрос. А знают ли американцы историю внедрения социализма? И осведомлены ли они о миллионах жертвах внедрения социализма? Давайте обратимся к истории Соединенных Штатов, и мы убедимся, что у увлечения социализма в нашей стране – глубокие корни. Глубокие корни, дамы и господа. В 1906 году немецкий экономист-социалист Вернер Замберт написал трактат «Почему нет социализма в Соединенных Штатах?». Однако одно из его объяснений было таким – на мелководье раздбифа и яблочного пирога социалистические утопии обречены на гибель. В то время, когда Замберт сочинял этот трактат за океаном в стороне раздбифа и яблочного пирога, в социалистические утопии верили не единицы, верили тысячи. В 1900 году на президентских выборах кандидат социалистической партии, основатель этой партии Юджин Депс получил голоса 87 тысяч избирателей. 87 тысяч – это было не так много, капля в море. На уровне электората это всего 5% голосов. Это 1900 год. В 1912 году Депс баллотировался в президенты в четвертый раз. Его поддержали 901 тысяча избирателей. Около 6%. И в этом году, это у нас 2012 год, в палате представителей депутатствовал социалист Виктор Бергер. Он был избран жителями города Милоки. В 1914 году жители Манхэттенского, Нижнего и Сайда избрали в палату представителей социалиста Майкла Лондона. Социалисты издавали, вот это интересно, в то время социалисты издавали более 300 газет. Была газета в Канзас-Сити штат Мизури, газета называлась «Apeel of the Reason». Эта газета издавалась с 1895 года по 1912. И у этой газеты было, хотите верьте, хотите нет, 700 тысяч подписчиков. После смерти Депса. Он умер в 1926 году. Лидером социалистов стал пресвитерианский пастор Норман Томас. Ну, он сменил церковь, сменил на политику. В 1934 году, в 1934 году, он баллотировался в Сенат штата Нью-Йорк. И он получил голоса более 200 тысяч избирателей, дамы и господа. Он не победил. Но 200 тысяч избирателей в штате Нью-Йорк голосовали за социалиста. Однако в нашей стране, вот это следует признать, никогда не было такой мощной социалистической партии, какие существовали и существуют во многих демократических странах Запада. Но тамошние социалисты европейские, кстати, и американские, они осознали, вот они осознали, марксистская теория захвата власти, эта теория себя и жила. И вот в 60-е годы 20-го века, прошлого века, совсем недавно, марксисты пришли к выводу о необходимости заменить классовую борьбу. Классовую борьбу следует заменить на нечто, что может найти сочувствие и поддержку рядового избирателя. И вот на смену борьбы эксплуатируемых рабочих с капиталистами пришла борьба расовых и этнических мужчин за права, ущемляемые белыми. Классовую борьбу в марксизме заменила расовая борьба. В 90-е годы в американских университетах, совсем на нашей памяти, родилась критическая расовая теория. Critical rest theory. Вы сегодня об этой теории много знаете. Она родилась в 90-е годы прошлого века в университетах. Классическая расовая теория, дамы и господа, она до примитивности проста. Ее теоретики отвергают понятие равенства. Понятие равенства икватии. Это принцип, провозглашенный в Декларации независимости, узаконенные 14-15 по праву Конституции в середине 19 века, затем в середине 20 века были приняты законы о гражданских правах в 64 году, закон об избирательных правах. Так вот, эти все законы, они базируются на понятии равенстве. Но теоретики критической расовой теории объявили, понятие равенства, вот это интересно, по их мнению, понятие равенства это лишь маскировка. Это камуфляж, который используется белыми супрематистами для подавления черных. Отвергнутый принцип равенства, марксисты заменили принципом справедливость. Они равенство заменили справедливостью. Вот, например, профессор, правовед Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, ученая дама Шерил Харрис, она объявила, справедливость требует покончить с правом на частную собственность, конфисковать ее и распределить конфискованное среди населения. Это неравенство, эта справедливость требует конфисковать частную собственность и распределить ее среди населения. В 1993 году издающийся в Гарвардском университете юридический журнал опубликовал трактат этой дамы. И вот по мнению профессора Харрис в основе белой расы заложила неприязнь к другим расам. То есть если вы белы, если мы с вами белые, то по мнению профессора Харрис, этой ученой дамы, она по-прежнему ученая дама, в основе белой расы заложена неприязнь к другим расам. То есть мы с вами родились, дамы и господа, в нас уже заложена неприязнь к другим расам. В последние годы на передовую позицию в борьбе за справедливость, не за равенство, за справедливость, вышел господин Ибрам Кенди. Ибрам Кенди. Он сегодня директор Центра антироссийских исследований Бостонского университета, тоже профессор. Он написал несколько книг. Самая популярная книжка была издана в 2019 году, два года назад. Он ее назвал «Как быть антирасистом?» «Как быть антирасистом?» Эта книжка, я называю вещи своими именами, дамы и господа, она абсолютно расистская. Ну, с точки зрения здравого смысла. Так вот, мистер Кенди, марксист, настаивает, для достижения справедливости, следует создать, я его цитирую, федеративный департмент антирасизма. Нужно создать федеративный департмент авторасизма. Это должна быть государственная организация, государственная. Ну, своего рода министерство. Но эта организация должна быть независимой, независимой. Она должна быть независимой от законодательной власти, от Конгресса. И должна быть независимой от исполнительной власти, от Белого дома. И эта власть, власть, имеет право, власть, которую не избрал народ, федеральный департамент антирасизма. Он имеет право отвергать, отвергать принятые уже законы и накладывать вето на законы, которые предложены. Теперь, департаменту, министерству, это министерство, федеральный департамент антирасизма. Это нам предлагает создать расист, глава, директор Центра антироссийских исследований Бостонского университета. Ему предстоит заняться, вот это пишет Кенди, этому агентству федеральному, предстоит заняться, я цитирую, исправлением капиталистической системы. Цитирую, чтобы по-настоящему быть антирасистом, вам следует быть истинным антикапиталистом. То есть, если вы за капитализмом, значит вы расисты. Вот что, например, пишет об этом учении, есть замечательный человек, дамы и господа, Христофор Руфа. Я думаю, что многие из вас слышали этого молодого человека, ну сравнительно молодого, он не старше 40 лет, вы слышали его на Fox News, вы слышали его на других консервативных телевизионных каналах. Он подробно проанализировал вот все эти издания, сочинения мистера Кенди. Вот что он пишет, я цитирую мистера Руфа. «Основанное таким образом правительство означает конец не только частной собственности, но и прав личности, равенства перед законом федерализма и свободы слова. На замену придут перераспределение богатства по расовому признаку, защита прав отдельных групп, активная дискриминация и всемогущая власть бюрократов». И, дамы и господа, профессор Кенди, профессор Бостонского университета, читаемый автор, автор книг бестселлеров, он журналом «Тайм», в прошлом году журналом «Тайм» назван в числе 100 наиболее влиятельных людей в мире. И журнал «Тайм», дамы и господа, не ошибается. Журнал «Тайм» не ошибается. К сожалению, он действительно один из самых влиятельных. А то, чему он учит, начинает внедряться в жизнь. И вот я процитирую несколько примеров, взятых мной из статьи Руфа. Статья называлась так. «В чем суть критической расовой теории?» Очень интересная статья, вы можете ее найти на интернете. «With critical race theory is really about». Итак, слушайте внимательно, что происходит в нашем федеральном правительстве. Федеральное бюро расследований ФБР обязывает своих сотрудников посещать семинары по изучению этой теории. Федеральное бюро расследований. Министерство внутренней безопасности просит белых служащих заниматься самоанализом, чтобы избавиться от предубеждения к черным. Если вы сотрудник Министерства внутренней безопасности и откажетесь заниматься этим анализом, антианализом, самоанализом, может быть вас уволят. Двинемся дальше. Министерство финансов проводит занятия. На этих занятиях утверждается, я цитирую, «практически все белые способствуют расизму». Дамы и господа, это не частная какая-то лавочка проводит занятия. А министерство финансов. Двинемся дальше. У нас здесь национальная лаборатория «Сандия». Тот, кто не знает. Эта лаборатория занимается совершенствованием ядерного оружия. Национальная лаборатория «Сандия». Национальная лаборатория «Сандия». Так вот, эта лаборатория отправила белых мужчин на трехдневный семинар. Трехдневный семинар. На этих семинарах в их головы внедрялось, я цитирую, «Корни культуры белых мужчин берут начало в куклуксклане, белом супрематизме и массовых убийствах». Участников семинара обязали отвергать привилегию белых мужчин и от них потребовали извиняться письменно перед женщинами и цветными. Дамы и господа, речь идет о федеральных организациях, о государственных организациях, которые внедряют теорию, расовую теорию. Так вот, все-таки творцы, пропагандисты критической расовой теории, они вряд ли предполагали, что их труды письменные и устные приведут к созданию марксистского движения «Жизни черных важны». Black Lives Matter, под знамя этого движения встали миллионы, как черные, так и белые. Это движение родилось на волне протестов черных американцев, которые были возмущены, я напомню, решением суда оправдать латиноамериканца Джорджа Зиммермана, который убил, мы помним, 17-летнего черного Трейвана Мартина. Зиммерман был оправдан, дату я сверил, 13 июля 2013 года. И в этот же день, в этот же день, 13 июля 2013 года, три чернокожие дамы, называю по фамилиям, Патрис Кулас, Алисия Герза и ОПАЛ ТОЛЕТИ, они создали организацию «Жизни черных важны». Таким образом, они положили начало движения, которое распространилось и за океаном, мы знаем. В феврале нынешнего года, нынешнего, информационное агентство Associated Press сообщило, денежные пожертвования в казну BLM, в казну, превысили в 2020 году, служите внимательно, пожертвования превысили 90 миллионов долларов. Жертвуют как рядовые граждане, так и капиталисты. Вопрос, отдают ли себе отчет те и другие частные граждане и капиталисты, что в случае осуществления мечты создателей BLM, мечты о царстве социализма, они могут лишиться не только собственности, но и возможности выражать открыто свое мнение. Они это сознают. Кто это пожертвовал? 90 миллионов долларов организации BLM. Теперь обратимся к идеологии этой организации. Матери-основатели, эти три дамы, которых я вам назвал, основатели движения, они никогда не скрывали своей идеологии. Вот что говорила 10 апреля нынешнего года, 10 апреля нынешнего года, госпожа Куларс, вот что она говорила корреспонденту сайта The Real News Network. Я процитирую эту даму, одну из трех создателей движения BLM. Она сказала, Слушайте, мы обученные марксисты, мы обученные марксисты, мы прекрасно разбираемся в идеологических теориях, и мы попытались создать движение, которое бы использовалось многими-многими членами, черными людьми, но это движение уже используется не только черными людьми. Это движение, марксистское движение, призыв к социализму. Обратимся к недавнему президенту Бараку Хусейну Обама. Он приветствовал движение жизни черных важны. Вскоре после его создания, дамы и господа, Обама, я напомню, он впитывал идеи марксизма со школьных лет. Его ментором в юношеские годы был твердокаменный коммунист Фрэнк Маршал Дэвис. Фрэнк Маршал Дэвис. Эту личность вы можете найти на гугле. Будущий президент Обама неоднократно упоминал этого господина, коммуниста, в первой автобиографии. Обама написал первую автобиографию, когда он еще не думал о политической карьере. Вот во второй автобиографии, когда Обама уже задумался о будущей политической карьере, он мистера Дэвиса вообще, вообще не упоминает. Так вот, марксист Барак Хусейн Обама легко разобрался в идеологии движения жизни черных важны. Несколько раз он принимал в Белом доме активистов этого движения. Вот, в частности, 2016 год. На встрече с Бараком Обамой в Белом доме побывала активистка БЛМ госпожа Британи Паркин. Вот что она говорила после встречи с президентом журналу Тайм. Я цитирую. Наш разговор продолжался долгие 90 минут. У нас была возможность обсудить варианты стратегии и борьбы за реформу судебной системы против произвола полиции, а также вопросы образования. Во всем, что касается вопросов образования, пропагандисты критической расовой теории в школах и университетах шагают рука об руку с уличными толпами движения жизни черных важны. Конечная цель тех и других одна. Конечная цель социализм. И те, и другие придают образованию особое значение. И, дамы и господа, я возвращаюсь к авторам коммунистического манифеста. Коммунистического манифеста. Нам известно, многие из вас в последний раз открывали этот замечательный труд. Ну, откройте, он есть на русском языке. Авторы Маркс и Энгельс придавали образованию первостатейное значение. В своем манифесте коммунистическом манифесте Маркс и Энгельс назвали «10 мероприятий, которые следует осуществить для прекращения господства класса буржуазии». Что следует сделать? Среди этих 10 мероприятий я цитирую, я цитирую манифест коммунистической партии. Общественное и бесплатное воспитание для всех детей. Заменить домашнее воспитание общественным. Коммунисты не выдумывают влияние общества на воспитание. Они лишь изменяют характер воспитания, вырывают воспитание из-под влияния господствующего класса. Значит, цель сегодняшних марксистов в Соединенных Штатах и в других западных странах вырвать образование из влияния господствующего класса буржуазии. И вот сегодняшние марксисты, проповедники критической расовой теории, они определили господствующий класс это не капиталисты как во времена Маркса Энгельса. Ныне господствующий класс это белые расисты. И вот из-под их влияния и следует вырывать детей. И мы с вами повсеместно наблюдаем происходящее ныне вырывание. Грустно, дамы и господа. Согласитесь, грустно. Но у нас все-таки есть основания для оптимизма. И вот почему. Большинство американцев, большинство против преподавания в школах критической расовой теории. То есть против оболванивания своих детей. Опрос, проведенный с 13 июня по 13 июля журналом «Экономист» совместно с сайтом «Ю. Даткам», «Югав. Даткам» показал опрос, проведенный недавно с 13 июня по 13 июля. 58 процентов родителей против преподавания российской теории в школах. Только 38 одобряют изучение. Интересный факт, дамы и господа, вот это интересный факт. За изучение российской теории в школах 82 процента тех, кто голосовал за Байдена, 82 процента голосовавших за Байдена считают, что в школах нужно проходить эту теорию. Но лишь только 5 процентов голосовавших за Трампа считают, что школа должна этим заниматься. Консервативный сайт есть такой «Центрсквэр». Сообщил 21 июля недавно со ссылкой на опрос, который проводила организация «Конвеншн оф стейт экшн». 38 процентов родителей республиканцев заберут своих детей из общественных паблик-школ, чтобы оградить их от российской теории. Также готовы поступить 23 процента внепартийных родителей «Индепендент». И даже 21 процент родителей демократов готов забрать своих детей из школы, если в нем будет преподаваться расовая теория. У родителей есть выбор. Частные школы, частные школы, хотя в частных школах, мы с вами знаем, тоже уже во многих частных школах насаждается эта теория религиозной школы. В религиозных школах эта теория не насаждается. И есть домашнее обучение. Домашнее обучение, оно становится все популярнее и популярнее из года в год. В тех местах, где я живу, я живу в Северной Каролине, домашнее обучение очень распространено. Социализм с акцентом на классовую борьбу не смог завоевать Соединенные Штаты. Социализм с акцентом на классовую борьбу не смог завоевать Соединенные Штаты. Вопрос, дамы и господа, сможет ли завоевать нашу страну социализм с акцентом на расизм? Вот этим вопросом я заканчиваю монолог, дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу, не покидайте волну нашего радио. Я вернусь вам через несколько минут и я готов отвечать на любые ваши вопросы, вне зависимости от того, по теме они сегодняшней передачи или не по теме. Оставайтесь на волне нашего радио. Ну, вот мы и возвращаемся в программу Алексея Орлова, «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. Пожалуйста, звоните, общайтесь, а мы принимаем первый звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий, добрый день, уважаемый гость. У меня такой простой вопрос. Вот вопрос, не кажется ли вам, что республиканцы в Конгрессе и Т-75, а может быть и 80 миллионов, которые голосовали за Трампа, очень ведут пассивную политику сопротивления вот эти безобразия, которые происходят, а именно, раньше как-то люди больше выходили на улицу, раньше больше были райды, раньше больше критиковали, критики. Вот не кажется ли вам, что все это очень и очень пассивно происходит? Такой простой вопрос. Вы знаете, мне это не кажется. Может быть, мне это не кажется, потому что я читаю не только газету New York Times, Washington Post и смотрю не только телеканал CNN, а смотрю Fox News, слушаю Radio Showman, слушаю Марка Левина, читаю журналы, в частности, журнал National Review, журнал Washington Examiner, читаю газету Wall Street Journal, ее редакционную страницу. Поэтому я не могу согласиться с тем, что люди, которые противостоят насаждению насаждению вот этих теорий, что они пассивны. Более того, нам известно досконально в тех штатах, где местные органы образования школьные хотят насадить эту теорию. Эта теория, кстати, дамы и господа, была озвучена не в научном виде, так сказать, а в общеобразовательном виде. Она была в августе 2019 года, она была озвучена в журнале New York Times. Журнал New York Times запустил программу, которую назвал 1619. 1619. Это год 1619, когда в колонию Вирджиния завезли черных людей. это были африканцы, которые везли в рабство португальцы. Англичане перехватили это португальское судно, взяли черных и высадили их в Вирджинии. Это там было 19 или 20 человек. Значит, газета New York Times в программе 1619 ведет отчет жизни нашей страны не от декларации независимости, не от июля 1776 года, а от августа 1619 года, где в нашу страну привезли черт, в нашу страну, в колонию Вирджинии. Никакой страны еще не существовало, и вообще существовала только одна колония Вирджиния. Массачусетс появился позже. И вот New York Times ведет отчет, что вот эти черные, которые приехали, которых привезли в Вирджинию, с этого начинается отчет нашей страны, истории нашей страны, и он основан на расизме, на рабстве. Ну, во-первых, это ложь. Эти люди не были рабами, не были отданы в рабство. Они получили статус слуг. Такой же статус имели в Вирджинии, в колонии Вирджиния сотни и сотни белых людей, которые приехали из Европы. Когда их статус слуг заканчивался, эти люди черные, белые, могли, получали свободу, могли остаться. Некоторые черные приобретали в себе слуг и становились потом рабовладельцами. Я об этом, кстати, написал в книжке, которую вы можете купить. Книжка называется «Черные рабовладельцы». Так вот, значит, эта теория абсолютно неправдоподобная, абсолютно лживая, теория 1619 год, она насаждается во многих школах. Но во многих школах родители категорически протестуют. Более того, есть штаты, в частности, штат Техас и штат Флорида, в которых уже на законодательном уровне принято решение, чтобы в школах эту теорию не преподавалось. То есть, я не могу согласиться с человеком, который позвонил и сказал, что вообще ничего не делается для противостояния в школах расовой теории. Делается и достаточно много делается. Окей, я соглашусь. Делается недостаточно много, вероятно, недостаточно много, но нельзя утверждать, что вообще республиканцы замолвли, консерваторы замолвли, никто взирают на все, так сказать, как бы как зрители, но не участники. Это не так, это не так. Так что, давайте не будем быть пессимистами до конца, у нас есть с вами основы для оптимизма. Согласен. Вот мы только что упустили звонок, но ничего страшного, перезвоните, пожалуйста, мы с удовольствием вас примем ваш звонок. Ну, а теперь насчет critical race theory вы знаете, вот интересная вещь, Алексей, кто-то считает, что эту теорию обучают только в колледжах, кто-то говорит, что ее уже начинают проталкивать в high school, ну, мы слышим очень часто от учителей левого толка, что вообще ее нужно учить детям буквально чуть ли не вот с первого класса. как вы считаете, вот именно эту critical race theory, ее нужно преподавать, как в ходе урока истории, или ее действительно толкают, как пропаганду? Толя, во-первых, эту теорию вообще не следует преподавать, это абсолютно российская теория, она основана на том, что поскольку, Толя, вы и я, мы белые, то мы уже родились расистами, значит, преподавать нечто подобное, это просто нельзя, вопрос должен стоять иначе, надо ли говорить в школах о том, что в нашей стране было рабовладение, ну, конечно, надо об этом говорить, обязательно, есть история, нам, в истории каждой стороны есть нечто, что, ну, не нравится ее современным жителям, конечно, нужно говорить обо всем, нравится нам или не нравится, более того, нужно подчеркивать, что были, было рабовладение, насколько оно порочно, нужно говорить, что декларация независимости, она, прямо провозгласила, что люди рождаются белыми, в то же самое время, во многих штатах, да, во многих штатах, когда родились Соединенные Штаты Америки в 1776 году, рабовладение было абсолютно во всех штатах, ну, ну, просто во всех штатах, конечно, об этом нужно говорить, но это не имеет никакого отношения к расовой теории, это есть история, расовая теория это пропаганда, пропаганда черного расизма, причем в пропаганде черного расизма принимают участие белые преподаватели, белые учителя, чем они руководствуются, я понятия не имею, более того, необходимо подчеркивать, что это марксистское движение, основатели БЛМ, они не скрывали, что это марксистское движение, основатели, пропагандисты, расовой теории не скрывают, что их цель заменить капитализм, социализм, поэтому в школах нужно преподавать, что из себя представляет эта теория, а не преподавать эту теорию. Спасибо большое, принимаем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, у меня одна знакомая, врач, пенсионерка, она живет в хорошем трюкбедренном апартнете, к ней подошла урель выборов белая женщина и говорит, вот вы одна живете в трюкбедренном апартнете, а вот рядом живет большая черная семья в отопедренном, вы должны отдать свой апартнете им. Она говорит, как же отдать, я же всю жизнь заработала, заработала, это не имеет никакого значения, вы должны отдать, причем это и говорила белая пропагандист. Так что я думаю, что в конечном итоге все пойдет катастрофе, потому что эти мрази очень активные, независимо от цветов кожи, и они несомненно победят остальных, которые менее активны, они не пассивны, может быть, но менее активны. Кроме того, хочу сказать следующее, когда я приехал в Америку, я вспомнил, что в Советском Союзе одна из главных графов была национальна. Здесь меня поразило, во всех документах, даже когда ты приходишь в больницу на операцию, то главные вопросы, какой ты расы. Значит, страна действительно российская, иначе бы этого вопроса не было. Все люди теоретически рождаются равными, не равны, они становятся в процессе работы, жизни, инвалидности или приобретенного здоровья, но теоретически они все равные. Как же может быть, чтобы в такой стране, которая теоретически свободная страна, лидер мира, главные вопросы были какой ты расой. Спасибо. Толя, я не буду отвечать на этот вопрос, потому что, ну что... Правильно, я тоже считаю, что это абсолютно... Давайте лучше принять следующую зону. До такой степени все ясно, что... Да, да, да. Я не хочу даже касаться сегодня. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Алексей, три недели там назад на Дэвидсмараде вы сказали о том, что впервые в истории Соединенных Штатов массово было применено вот это голосование по почте, внедрено, испытано и проведено в Калифорнии, где 4 графа республиканские выборы эти кандидаты республиканцев были в счете, а после окончания голосования вдруг оказалось, что они проиграли. Вот. И что было применено и в прошлом году во время президентских выборов. Вы сказали о том, что это можно вероятно только лишь демократических штатов, но как показали прошло год не выборы этими же баулись и республиканцами, которые помогли в конечном итоге Байдену. Вот. Вот мы с оптимизмом смотрим на будущие выборы вот в следующем году и выборы 2024 года. Если вот эти голосования по почте как-то не расследуются и ничего не делается, как мы можем надеяться на то, что республиканцам есть шанс вернуть и Конгресс, и Сенат и победить в президентских выборах 2024 года. Спасибо. Окей. Ну, во-первых, я сразу же отрицаю заявление, что ничего не делается. Во-первых, делается. Это номер один. Более того, делается и в масштабах страны, потому что палата представителей приняла законопроект, причем не успела она начать работу в январе, в начале января, как был принят законопроект о том, чтобы сделать выборы, вообще все выборы подчините к федеральному правительству. Согласно Конституции, каждый штат сам занимается выборами, не только местными, но и в том числе президентскими выборами. Занимается каждый штат. Значит, этот законопроект, который был принят в палате представителей, в палате представителей большинство демократов, он застрял в Сенате по той простой причине, что для того, чтобы он был принят в Сенате, нужно 60 голосов. 60 голосов по правилу Филибастера. Значит, до тех пор, пока существует Филибастер, Сенат этот законопроект не примет и такого закона не будет. Это первое. То есть, это уже делается, чтобы не повторялось то, что произошло в 2020 году. Это первое. Второе. В некоторых штатах уже конкретно приняты законы. Например, мы знаем в штате Техас, в штате Флорида. Будет принят закон в штате Джорджия, принят соответствующий закон в том, чтобы то, что произошло на выборах в 2020 году, на выборах не повторялось. Теперь, вернемся к Калифорнии. Да, действительно, на промежуточных выборах 2018 года. Я напомню, скажу тем, кто не слушал, господин слушал меня на радио, Дэвидсон радио, они все слушают. В 2018 году промежуточные выборы были. В Калифорнии есть графство Оринч. Графство Оринч, это находится к югу от Лос-Анджелса. Оно всегда было республиканским. Значит, 4 человека, 4 места в палате представителей от этого графства. Когда закончились выборы, в день выборов впереди были республиканцы, когда подсчитали голоса по почте, победителями стали демократы. Так вот, я подчеркну еще раз. У Калифорнии, у штата Калифорния есть свои правила, свои правила, которые отличаются, например, ну от штата Северная Каролина, я живу даже, может быть, отличаются, наверняка отличаются от штата Иллинойс, от многих даже демократических штатов. Значит, правила Калифорнии позволяют заполнять бюллетени, бюллетени, скажем, я неграмотный человек, я хочу участвовать в выборах. Значит, мой бюллетень в нормальном штате, скажем, в штате Северная Каролина, заполняет мой родственник, мой друг. Значит, в штате Калифорния принят был закон, это демократический штат, что заполнять бюллетени может кто угодно на волонтерских началах. Ну и демократическая партия, естественно, перед выборами 2018 года сделала все возможное, что были масса бюллетеней людей совершенно неграмотных, бездомных, которые в Лос-Анджелесе там тысячи, заполняли волонтеры демократической партии. Значит, это закон, который существует в Калифорнии. Поэтому, когда мы говорим о том, что может произойти на выборах в 2022 году, в следующем, мы должны четко разделять есть штаты, как Калифорния, есть штаты, как Нью-Йорк. В этих штатах, я полагаю, будет подтасовка. Я хотел бы ошибиться, но я думаю, там демократы постараются сделать все возможно, чтобы обеспечить в большинстве округов победу демократической партии. Но это Калифорния, Нью-Йорк, еще какие-то штаты. Но в целом по стране этого нет. Теперь, значит, отвечая на вопрос о выборах, я не хочу с вами забегать в 2024 год. Давайте мы с вами дождемся выбора в 2022 году. Потому что если в 2022 году республиканцы мы, я говорю, мы потому что я республиканец, если мы отвоюем палату представителей, шанс отрывать сенат меньше, они есть, но меньше. Шанс отрывать палату представителей достаточно большие. Если мы отвоюем в 2022 году хотя бы одну из палат Конгресса, палату представителей, мы с вами начнем думать, как нам жить в 2024 году. Я не хочу степ-бай-степ, дамы-господа, степ-бай-степ. Поэтому сразу же ставить крест на том, что мы наверняка проиграем 2024 год. Я сейчас об этом даже не хочу говорить. Я хочу говорить о том, что будет в 2022 году. Я уже не говорю, что если говорите 2024 год, мы не знаем, доживет ли Байден до 2024 года, сменит ли его Камала Харрис, а может быть вместо Камала Харрис нам подсунут какого-то другого, есть шансы, всякие возможности у демократов с тем, чтобы Байдена заменила не Камала Харрис, а кто-то другой. Существует масса теорий. Поэтому давайте не будем заглядывать в 2024 год, отожжемся 2022 года и потом начнем с вами танцевать от 2022 года, от промежуточных выборов в ноябре 2022 года. Хорошее предложение, это во-первых, а во-вторых, я с вами абсолютно согласен в том, что и, кстати, не согласен со всеми теми, которые утверждают, что республиканцы ничего не предпринимают для того, чтобы все-таки выровнять положение, для того, чтобы все-таки занять ключевые места, поэтому, то есть, как раз в этот раз они действительно стараются, пытаются, так что посмотрим, будем видеть. Ну и насчет 2024 года, вы знаете, Алексей, я просто это где-то мельком услышал, я понимаю, что это было несерьезно, то есть, это было на одной из чикагских радиостанций, я имею в виду нерусскоговорящих, но было сказано так, ребят, вы не особенно рвитесь у Брайджа Байдена, потому что если Камала Хэрри станет президентом, то она за собой потянет, Акасия Кортес как вице-президента, и вот тут на меня напал ступер, если честно. Я себе представил вот этот тандем, Камала Хэррис президент и Акасия Кортес вице-президент, и вот тогда это действительно ну, серьезная проблема. Серьезная проблема? Ну, серьезные проблемы мы уже с нашим Слиппи Джо сегодня. Это да. Что думать о 24-м? Да, 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 да. Итак, Алексей, три минутки, ваше время, пожалуйста, прошу вас. Да, мои господа, значит, в следующий раз приближается 20-я годовщина Септембер-Элевен. 20 лет назад в Септембер-Элевен я был в Гранд Каньон. Ну, вы знаете, что такое Гранд Каньон. И со мной произошла история, которая достаточно интересная. Так вот, в своей следующей передаче я расскажу об истории, которая произошла в Гранд Каньон. она имеет непосредственное отношение к историям, которые объяснять очень сложно, если не прибегать к неземним силам. Ну, например, нам с вами совершенно невозможно объяснить, как случилось, что Томас Джефферсон, главный автор Декларации Независимости, и Джон Адамс, соавтор Декларации Независимости, что они скончались в один и тот же день, это было 6 июля, 1826 года, они скончались в один и тот же день, в день 50-летия Декларации Независимости. Как это объяснить? То, о чем я вам расскажу, объяснить тоже будет очень сложно. И я даже не буду стараться, Толя. Ну, тогда будем ждать следующего раза. На этом я прощаюсь с вами, дамы и господа. Советую покупать мои книжки по истории в Соединенных Штатах. Их рекламирует наша Радия. И мое пожелание одно и то же обычное. Будьте, будьте, будьте здоровы! Всего хорошего, Алексей, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова